Приветствую всех на канале TheGameReviews, сегодня в железном подкасте. Что делать, если во время игры тухнет экран, звук остается зависшим и ничего нельзя сделать, кроме механического рестарта ПК? Как решить эту проблему? Я уже как-то рассказывал обо всем этом в одном из выпусков по игре Побег из Таркова, но так как тот выпуск могли смотреть не все, либо мог кто-то упустить, я решил это вынести в отдельный выпуск с более подробным описанием самого решения проблемы. В общем, суть в следующем. У меня была одно время проблема, когда игра Побег из Таркова обновила версию движка, ну то есть когда Баттл Стейт Геймс обновили версию движка для игры Побег из Таркова. Нагрузка на железо увеличилась в тот момент до состояния, что даже винда постоянно выдает сообщение о том, что желательно установить упрощенный стиль оформления, потому как производительность уходит в игру. Так вот, ровно с того момента началась у меня проблема и с компьютером. Во время игры, примерно через час-полтора, особенно когда находишься в рейде, компьютер напрочь зависал, имея следующие симптомы. Полностью чернел экран, словно компьютер впадает в сон, то есть на мониторе загорался оранжевый индикатор, говорящий о том, что сигнала с видеокарты нет, и он как бы в монитор сон уходит. Звук из игры при этом оставался, ну точнее фоновый звук, а именно шум локации, то есть просто ветер шумит и все, никаких шагов не выставил, ничего не слышно. Компьютер никак не реагирует ни на какие манипуляции мыши и клавиатуры, и даже не всегда срабатывала физическая кнопка рестарта, приходилось выключать блок питания и снова включать. Сначала я думал, что проблема в каких-то новых дровах или чем-то подобном, потому что проблема нарисовалась именно после перехода игры на новую версию движка. Я обновлял все дрова, обновлял библиотеки и даже рапортовал в одном из выпусков, что этим мне удалось все починить. Но проблема реже, но все-таки появлялась. В журнале ошибок Windows'а после этого оставалась запись с отключением питания, но скорее всего винда фиксировала именно пропадание питания насчет выключения блока питания, ну то есть из-за того, что я конкретно блок питания выключал и винда это фиксировала. Также в журнале я нашел записи о том, что в момент такого потемнения экрана на самом деле происходил выпад в синий экран смерти, но дело в том, что по результатам проверки кода ошибки этого синего экрана оказалось, что ошибка связана с видеокартой и именно поэтому синий экран мы просто не видим, но он по факту есть. А не видим мы его, потому что видеокарта уходит в защиту и полностью отключается, соответственно никакого изображения на монитор не выводит, в том числе и этот синий экран, который мы не видим, но он как бы показывает этот момент. Дальше стал искать причины и на самом деле решение проблемы я нашел еще полгода назад, но так как многие стали у меня спрашивать о проблеме, уточняю, что у них такая же редяха как у меня, а у меня если кто не в курсе ASUS ROG Strix RX 470 на 8 гигов, именно версия Overclocked, то есть OC в конце дописано, и у них такая же проблема тоже встречается, причем не важно на 470 или на какой-то другой, но именно ASUS ROG Strix именно OC версии. Так вот проблема конкретно этой модели видеокарты и других видеокарт ROG Strix именно серии Overclocked в том, что в отличии от других вендоров у ASUS заводской разгон всегда сильнее, чем где-либо. Например, моя видеокарта с завода имеет частоту ядра 1250 МГц, при том, что в стоке она 1150 МГц, а у других производителей в Overclocked версиях максимум 1205 МГц. Поэтому самое простое решение это сделать из Overclocked версии ROG Strix обычную ROG Strix, то есть понизить до 1205 МГц, как у других вендоров под маркой Overclocked непосредственно. В игре я разницы вообще не заметил, то есть эти 45 МГц ничего не портят и не прибавляют в нашем случае в победе из Таркова, но при этом проблема в принципе исчезает. Но я решил разобраться в чем именно заключается сама проблема, ведь судя по мониторингу, температура ГПУ в игре не превышала 60-62 градуса, при возможной критической до 73-х, то есть запас по нагреву всегда есть примерно в 10 градусов. Но до меня дошло наконец-то, что проблема не в нагреве ГПУ, а в нагреве мосфетов питания этого ГПУ. И когда я во время рейда при показаниях температуры ГПУ 62 градуса приложил руку к бэкплейту в том месте, где находятся цепи питания, я чуть руку не обжег, я вам так скажу, то есть реально чуть не получил ожог пальцев. То есть видеокарта в защиту уходит не по самому графическому процессору, а из-за отключения мосфетов питания в результате перегрева их самих. И это все при том, что ASUS позаботились об охлаждении питания, там стоит отдельный радиатор, который охлаждает эти мосфеты. При том, что у других производителей, кроме разве что Sapphire, на этих мосфетах никакого радиатора нет. И тут самым простым решением проблемы, думаю, как до многих дошло, является снижение подачи питания, то есть ограничение энергопотребления видеокарты. Очевидно из-за того, что видеокарты версии Overclocked, ASUS перестарались с подачи питания и поэтому мосфеты все дико греются. Благо, у видеокарт с чипом от AMD отличная штатная программа, в которой есть встроенный модуль для разгона и, соответственно, замедления видеокарты, то есть то, что есть в Afterburner. Есть уже в самом ПО видеокарты непосредственно, причем там же сразу уже сейчас есть и мониторинг системы, это так просто к слову. При всем этом у Nvidia до сих пор нет ни управления видеокартой, ни мониторинга. Вот как бы Nvidia все хуже и хуже для меня в глазах после AMD. В общем, если у тебя точно такая же видеокарта, как у меня, либо проблема схожая, как была у меня, то сделать нужно следующее. Заходим в AMD settings, далее в раздел игры, далее глобальные настройки. Кстати сказать, можно настраивать для каждой игры видеокарту по своему желанию, то есть для какой-то игры можешь профиль с разгоном настроить, для какой-то профиль со снижением и так далее. Для этого вот тут, где выбор игры, нужно просто нажать на ту, на ярлык той игры, которую ты хочешь отдельно настроить и, соответственно, когда ты для этой игры настроишь при запуске непосредственно этой игры, AMD settings сам будет подбирать этот профиль. Ну а мы зашли в глобальные настройки, дальше нам нужно зайти в глобальный ватман, это и есть тот самый модуль, где все это происходит, настройка разгона и так далее. И тут на ползунке внизу нужно, ну вот сразу первый ползунок относительно нас, нужно снизить частоту GPU на 4,5% в минус. Далее опускаемся вниз, устанавливаем предел оборотов кулера до максимума и выкручиваем ограничение по акустическому шуму или как-то так оно называется до максимума вправо. Далее внизу справа можно увидеть маленький раздел ограничения энергопотребления. Так вот у меня отлично карта держится на настроенных 1200 МГц при снижении энергопотребления на 7%. Бэкплей теперь, конечно, тоже греется, но руку можно держать на нем спокойно вообще. Хотел показать пирометром, но не вижу в этом смысла, потому что повторюсь, я уже почти полгода играю так и у меня все нормально. При этом температура самого ГПУ снизила где-то градусов на 5-6 тоже, то есть она где-то 55-56 держится, до 62 уже никогда вообще не поднимается. Теперь самое важное, если вы любитель часто перезагружать или выключать компьютер физической кнопкой без нормального завершения работы, либо у вас, допустим, часто пропадает электроснабжение в доме и так далее, драйвер видеокарты все это воспринимает как сбой разгона и на всякий случай возвращает все настройки в сток. То есть после такого неправильного, скажем так, выключения компьютера, при включении у вас AMD Settings выдает, что драйвер был восстановлен в стандартной настройке из-за возможных проблем с разгонами и всякое такое. То есть обратно повышает все, что было снижено, обратно повышает до заводского состояния. Это, конечно, проблема и это желательно всегда учитывать. Но на самом деле решение вообще гораздо проще, чем все вот это перечисленное. Для этого всего лишь нужна программа MSI Afterburner, которым я, в принципе, сам и пользуюсь. Смысл в том, что в нем точно так же можно сделать точно такие же настройки, что и в AMD Settings. Однако, если через свойства ему задать параметр запуска от имени администратора, то он перехватывает управление видеокартой на себя и AMD Settings ему подчиняется. Так вот, нужно то же самое выставить. То есть снизить энергопотребление до 93% вместо 100%, Далее настроить кулер по такому графику, как я показываю. Причем это для любой видеокарты. Не важно, это у вас Nvidia или AMD. На 55 градусах желательно, чтобы видеокарта уже охлаждалась на полных 100%. И при этом, чтобы на 40-45 было вообще полностью в нуле. Чтобы зря кулеры не убивать. Потому что до 40 градусов в видеокарте абсолютно ничего не будет вообще. Можно вообще ее не крутить вентиляторами. То есть вот этот график позволит автоматически включать на полную катушку вентиляторы, когда непосредственно видеокарта находится в нагрузке. Я не знаю ни одной видеокарты, которая бы в простое, допустим, до 55 градусов просто так грелась без какой-либо задачи. Ну и соответственно снизить частоту GPU в нашем случае до 1205 МГц. И все. Остается только сохранить профиль и нажать кнопку запускать этот профиль при старте винды. И саму программу MSI Afterburner нужно сделать в автозапуске вместе с виндой. А если не хотите, чтобы Afterburner при каждом запуске кампании мозолил вам глаза своим вот этим окном, просто поставьте галочку запуск в свернутом режиме и все. Программа просто будет висеть в трее. И никак вам не будет мешать. Поймите одно. Если у вас наблюдается такая же проблема на других моделях видеокарт, делайте точно так же через Afterburner. Только уже снижение потребления и частоты GPU подбирайте опытным путем для своей конкретной видеокарты. Кстати, я попробовал при таком снижении в 7% по питанию обратно вернуть частоту GPU до 1250. Но потом подумал, что в принципе незачем. Мне и 1205-1200 вполне хватает для нормальной игры. И ведь неспроста другие вендоры до такой частоты никогда эту видяху не гонят с завода. Надеюсь, этот железный подкаст кому-то помог. Поэтому лайк или дизлайк, подписка или отписка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok